Всем привет, друзья! С вами я, Марина Чернова, на канале Кухня без фанатизма. И сегодня я хочу вам показать очень вкусное, полезное растение. Называется оно козлоборотник или овсяный корень. Растение относится к семейству астровых и имеет неказистые с виду листья и стебли, увенчанные соцветием корзинка. Другие названия – белый корень, овсяный корень, сладкий корень, овощная устреница, иерусалимская звезда, сальсифи. Такое разнообразие названий уже само по себе говорит о том, что люди знакомы с козлоборотником очень давно и близко. Произрастая по большей части в азиатском регионе и в Европе, это растение примечательно своей неприхотливостью. Оно уже давно снискало славу вкусного лакомства по всему миру, из-за чего люди начали выращивать козлоборотник специально. На сегодняшний день известно более 145 видов козлоборотника. Большинство из них дикорастущие. Лишь отдельные виды оккультурены и используются как лекарственное сырье или продукт. Наибольшей популярностью пользуется козлоборотник пори и листный. Это как раз тот, который растет у нас в огороде. Благодаря его корень и листья съедобны, очень вкусны. А корень напоминает по вкусу вкус устрицы, благодаря чему успешно может заменить этот дорогостоящий продукт. В козлоборотнике содержится много витаминов и питательных веществ, в том числе полезные для нашего организма, как аскорбиновая и пантеноновая кислоты, тиамин, фолиевая кислота, рибофлавин, витамин В6. Есть в составе растения также железо, кальций, фосфор, калий, марганец, медь, магний, селен и натрий. Кроме того, богат козлоборотник минеральными солями, сахарами, клетчаткой, инулином и белками. В 100 грамм козлоборотника содержится 15% рекомендуемой суточной нормы калия. Он помогает стабилизировать давление, уменьшает нагрузку на сердце, а также предотвращает образование тромбов, инсульты и инфаркты. Полезен козлоборотник и в питании больных с сахарным диабетом. Употребление козлоборотника способно решить многие проблемы пищеварительной системы. Благодаря клетчатке он избавляет от запоров инулин, являющийся пребиотиком, увеличивает рост бифидобактерий в кишечнике и эффективность всасывания питательных веществ, укрепляя иммунную систему. Железо и медь содержащиеся козлоборотники улучшают циркуляцию крови. Кроме того, доказано, что это растение способно стимулировать рост волос. Разнообразие в составе растений и питательных веществ благоприятно действует практически на весь организм. Очень широко используют козлоборотник в кулинарии. Его можно есть и сырым, и отваривать, и запекать, и жарить, готовить как салаты, подавать как гарниры. В общем, очень широкое у него употребление в пищу. Используют лучше всего, конечно, весной, когда он молодой, и листья... Вот это уже жесткое. Да, вот это уже жестковато. Чуть дальше мягче вот это. Чуть дальше мягкие. Вот, листья и его стебли, они очень нежные и сочные. Вот смотри, Марина. Вкусные. Вот, вот, вот это мягкое. Да, вот, вот эта часть очень вкусная, кстати, вот эта вот серединочка. Да. Очень вкусная. Просто в салат даже нарезать. И просто с солью поесть. Просто так, да, с солью хрустеть. Он очень вкусный. Смотрите, вот у него цветки, они сейчас еще не распустились. Время 6 утра, солнце только встает. И туда попозже у него вот такой вот одуванчик крупный. Вы наверняка все это растение видели. Вот, рано весной он выглядит немного по-другому. У него такая молодая, сочная зелень. Да. В общем, козлобородник это очень полезный, съедобный, лечебный дикорос. У меня на канале вы найдете много рецептов из него под видео в описании. Я скину на эти рецепты ссылку. Вот такой вот он дикорос у нас. Если понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Всем удачи, отличного настроения и до встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok